Дальше Иоанн Богослов говорит, раз Бог есть свет, свет надо познавать. Слово свет является корнем для слова просвещение. То есть мы должны просвещаться светом, мы должны стало быть погружаться в этот свет, чтобы света нас становило больше. А вот дальше слово понятное, очень любимое, очень важное для понимания Иоанна Богослова. Он часто говорит о Богопознании. Мы с вами когда читали его Евангелие, об этом говорили. О познании Бога. Вот, и слово познание на языке апостолов, оно означает не изучение, а погружение. Таков библейский смысл слова познания. Я уже говорил вам когда-то, что именно так Библия интерпретирует соединение мужчины и женщины. И познал Адам Еву, жену свою, и она зачала и родила сына. То есть познание это не изучение, не чтение книжек, тем более статьи из Википедии. Познание это соединение. И познание Бога это в первую очередь соединение с Богом, соединение со светом. И если мы говорим о Богопознании, то это всегда будет погружение в свет, пребывание в свете. Пребывание в свете есть пребывание в Боге. Поскольку Бог есть любовь, то это всегда есть пребывание в любви. И поэтому именно деятельная любовь является главным светом, которым светит человек, получив эту силу и этот свет от Бога. Вот как пишет об этом Иоанн Богослов. Всякий ненавидящий брата своего есть человека-убийца. А вы знаете, что никакой человек-убийца не имеет жизни вечной, в нем пребывающей. Любовь мы познали в том, что он положил за нас душу свою, и мы должны полагать души свои за братьев. А кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывает в том любовь Божья. Дети мои станем любить не словом или языком, но делом и истинным. То есть, если мы пребываем в Боге, то Бог должен через нас действовать так же, как он действовал во Христе. А во Христе он умер за людей. Стало быть, если в нас живет Бог, то мы должны жить, умирая за людей. Вот буквально он так и пишет. Отдавая душу свою за людей. Он не требует здесь, в прямом смысле, какого-то мученичества, но говорит, но если вы, видя человека нуждающегося, не можете с ним поделиться собственным достатком, то куда вам там отдавать душу свою за людей? Ну, если вы не можете отдать не то, что душу, но даже материального для брата своего, то как может вы быть местилищем Бога? Значит, в Бога в нас нет. Если в вас нет деятельной любви, значит, вы не в Боге. А вообще, зачем он пишет о том, в Боге мы, не в Боге? А какая разница? А в том-то и дело, что состояние соединения человека с Богом есть состояние динамическое. Как об этом потом напишет апостол Павел, скажет, в нас ветхий и новый человек борется, и кто-то да из них победит. И когда мы оцениваем свои дела, оцениваем именно на предмет их соотнесенности с поведением Христа, с образом Христа, с мыслями и чувствами Христа, и мы таким образом судим себя и понимаем, я отдаляюсь от Бога. Моё сердце становится скупым, моё сердце становится жёстким, моя любовь иссякает. Это значит, я отдаляюсь от Бога. Наоборот, если я вижу, что любви и милости к людям становится больше, из этого я понимаю, что не я стал лучше, а к Богу я приближаюсь. Бог через меня делает больше, чем, скажем, вчера и третьего дня. И таким образом человек как бы постоянно оценивает себя, в Боге ли он или удаляется от Бога. И все эти наблюдения, они как раз призваны, чтобы предупредить человека, ты уходишь, ты теряешь связь с Богом. Исправься и начни делать то, что вели делать Христос, тогда снова будешь приближаться к Богу. И раз Бог есть свет, то все дела твои должны светить. И подлинный и высший свет, которым светит Бог, есть любовь. Любовь, собственно, и есть свет. Вот так он пишет во второй главе. Возлюбленные, пишу вам не новую заповедь, но заповедь древнюю, которую вы имели от начала. Заповедь древняя есть слово, которое вы слышали от начала. Но при том и новую заповедь пишу вам, что есть истина и в нем и в вас, потому что тьма проходит, и истинный свет уже светит. Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме. Кто любит брата своего, тот пребывает в свете и нет в нем соблазна. А кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме и во тьме ходит и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза. То есть подлинный свет Бога есть любовь. И вот здесь мы немножко, буквально несколько слов скажем, как бы подводя итог о свете, святые, некоторые святые видели свет, видели Бога в свете. Ну, скажем, мы читали беседу преподобного Серафима Саровского с Матавиловым, где он видел Серафима в свете. Мы читали явление Силуана Афонскому, вот, там тоже связано со светом. Мы видели, ну, кто-то читал там описание, скажем, у Силуанного Богослова такое есть, просвет. У Григория Паламы про фаворский свет очень много написано, доказывается его нетварная природа. Но в целом такие видения света, они очень редко встречаются в среде подвижников. То есть, это может быть, а может и не быть. Но подлинный свет, то есть, сама природа Бога, она светоносна. Люди опознают именно, когда что-то светит больше, чем солнечный свет, когда они могут опознать это как природу Божью. Но есть люди, которые видели свет и думали, что это свет Божий, а с ним потом происходили странные вещи. У них ничего внутри не преображалось. Они видели свет на иконе или живьем, в образе Христа или ангелов. Вот все равно это всегда светоносность. Свет озаряет человека. Но с ними ничего не происходило. Света в них самих никакого не было. Мы, скажем, нам кажется, что мы видим подлинный свет, но на нашем собственном естестве этот свет не оставляет никакого следа. Мы по-прежнему живем во тьме. Ненавидим, завидуем, ревнуем, жадничаем, скупимся, презираем, ругаемся, ссоримся, раздражаемся. Это все тьма. Почему так? А потому что мы видели неподлинный свет Божий. Потому что и сатана может принять на себя ангел, образ ангела света, вид ангела света. То есть свет может быть разным. И не всегда он Божий. Но если свет истинный, то он в нас проявляется именно милосердием, состраданием, любовью к ближнему. Мы не становимся, не начинаем светиться сами. Мы свет этот, скажем, распространяем именно как силу любви, заботы, нежности, понимания, терпения, молитвы за другого человека. То есть если мы действительно встретились, а погрузились в свет Божий, то истинность этого погружения определяется тем, что мы начинаем любить, понимать, прощать, молиться за других, чувствовать боль другого человека. И об этом пишут, ну скажем, когда чужая боль становится своей, там все, все святые, все. Они не все пишут о своих видениях, но они все пишут о том, что после встречи с Богом им захотелось понимать, терпеть, заботиться и любить. Потому что любовь, которую мы являем, и есть подлинный свет Бога, брошенный, погрузившийся, опустившийся в наше сердце. То есть соприкосновение с божественным светом в нас проявляется не тем, что мы светимся, а тем, что мы любим. И чем больше мы любим, тем больше, как бы, отблески света отображаются на нашем лице. Так что люди, скажем, видевшие преподобного Сергия или преподобного Серафима, они иногда видели лиг их, как светящийся. Но это не само по себе, а потому что они любили. Поэтому сам свет, природа света, она очень разнообразна. И не надо на эту тему заморачиваться, а важно понять, что если мы правда видели свет Божий, если правда свет Божий коснулся нашего сердца, то значит мы должны любить. Если мы видим человека, который говорит о том, что он знает Бога и видел свет Божий, но человека какого-то ненавидит, то он либо лжет, либо заблуждается сам. потому что свет, будучи, соприкасаясь с человеческой природой, рождает в человеческом сердце любовь другим людям и все, что с этим связано.